МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще Всемирная организация здравоохранения каждый год 7 апреля проводит День здоровья. И каждый год этот день посвящен разным темам. Сегодня это проблема сахарного диабета, это профилактика сахарного диабета, это борьба с этим заболеванием. Мы организовали такую акцию, это скрининг среди населения по выявлению сахарного диабета. Если диабет первого типа предугадать никак нельзя, и никакой профилактики нет от этого, то диабет второго типа можно и предугадать, и бороться, и чтобы не было у людей. Это здоровый образ жизни, это правильное питание, режим дня, это отказ от вредных привычек. Люди должны следить за своим весом в первую очередь. Это одна из причин появления сахарного диабета. То есть диабетом второго типа можно и нужно бороться. Каждый человек сегодня может подойти в первую городскую больницу, в поликлинику, и также это проводится во второй поликлинике, и проверить уровень сахара в крови. Если он будет выше нормы, это повод обратиться к врачу и уже обратить внимание на свое здоровье. Вот мы уже начали этот скрининг, уже половина прошло, и я хочу сказать, что 30% людей с повышенным уровнем глюкозы в крови. Это, конечно, очень печально. В нашем городе вообще 10 тысяч людей больных с сахарным диабетом, которые состоят на учете. И инсулинозависимых около 2 тысяч. Мы измеряем уровень сахара в крови на обыкновенных глюкометрах. Это позволяет в течение 5 секунд узнать, какой уровень глюкозы. И человеку сразу сказать. Пришел поправить здоровье. Хочу дожить до 90 лет. Если не отнесутся, то через 2 года будет 90. Ну, в общем-то, хотел бы, как говорят врачи, я сказал, я говорю, подстраполите меня, чтобы я дотянул до 18-го года. Он спрашивает, почему? Я говорю, президентские выборы будут. Чемпионат мира по футболу. Раз, два. И Керченский мост построить. И поеду в Волгоград, съездю к своим родным еще. Ну, что, взяли кровь, сказали, буду жить и долго жить. Медицина у нас на высшем уровне. Норма глюкозы до 6. А вот приходили и 8, и 2, и 8, и 7, и 8. То есть, это уже повышенное. Даже если к 6, к верхней границе, верхняя, мы уже рекомендуем не употреблять белые сорта хлеба, макаронные изделия, больше овощей, фрукты. Исключить сахар, булочные торты, булочные изделия. И, ну, ограничивать даже мед, может быть, чайную, 2 чайные ложки в день. То есть, уже следить за собой, что ты ешь. Редактор субтитров А.Семкин